Война эта чудовищная. Более 17 тысяч погибли и получили ранения с 15-го года. Я не собираюсь отказываться от борьбы за будущее моих детей. Я хочу, чтобы они спокойно спали по ночам. К уситам надо начать мирные переговоры прямо сейчас. Год за годом в войне в Йемене не видно конца. Но кто на самом деле пытается её остановить? Мой гость на этой неделе в Мюнхене – министр иностранных дел Йемена Мухаммед Абдала Аль-Хадрами. Тысячи жертв и ужасные страдания. Но до сих пор решение конфликта не найдено. Мухаммед Абдала Аль-Хадрами, добро пожаловать в конфликт. Спасибо за приглашение. Вы часто высказываетесь по поводу насилия и нарушений прав человека со стороны хуситов. Но вы практически ничего не говорите о шокирующем количестве жертв, вызванных бомбёжками коалиции под предводительством Саудовской Аравии. Убиты тысячи гражданских лиц. Почему? На самом деле это не совсем так. Вы же знаете, война всегда выглядит чудовищно. Я даже не буду пытаться её приукрашивать для вас или для кого угодно. Погибло много гражданских, и это, конечно, шокирует. Вы смотрите новости, вы видите, что это масштабная военная операция. Но есть разница между тем, что хуситы используют людей как живой щит и отдельными ошибками, которые случаются в ходе любого конфликта и любой военной кампании. И Саудиты здесь не исключение. Но вам известно, что силы коалиции массово нарушали права человека. Однако вы предпочитаете смотреть в другую сторону, а это означает, что в некоторой степени вы становитесь соучастниками. Мне не совсем ясно, что вы подразумеваете подсмотреть в другую сторону. Мы расследовали более 170 обращений. Мы знаем, что были совершены ошибки, и мы доказали, что это были ошибки. Некоторые из них... Я бы хотел тогда поподробнее поговорить про эти расследования. С марта 2015 года, согласно данным Human Rights Watch, коалиция нанесла многочисленные, неизбирательные, несоразмерные воздушные удары, которые привели к гибели тысяч гражданских лиц и разрушению гражданских объектов в нарушение законов введения войны. А вы отворачиваетесь от этого факта и позволяете всему этому происходить. Ясно, позвольте мне отметить это. Это просто ужасно. Убийство гражданских в Йемене ужасно. Убийство даже одного человека, тем более ребенка, пусть даже совершенной коалицией. Дайте мне закончить. Зачем тогда совершать эти беспорядочные несоразмерные удары? Итак, это большая военная кампания, и в ходе нее были ошибки, и мы знаете, есть несколько... Это нечто большее, чем просто ошибки? Знаете, мне кажется, ООН должна расследовать обстоятельства этой войны, и нам известно, что тысячи и тысячи погибают. Если происходит авиаудар, и допускается ошибка, каждый сообщает о ней, и они должны сообщать о таких случаях, но были и со стороны хуситов. Но я не хочу сказать, что коалиция не совершала ошибок. Я хочу прекратить эту войну. Я сам из города Сана, и именно с тех территорий. Моя семья находится сейчас там. Мы устали от войны, и хотим ее прекратить, а просто обвиняя коалицию в войну не прекратить. Мы хотим прекратить убийство. Понимаю. Но почему стольким гражданским пришлось умереть ради сохранения такого хаотичного и расколотого правительства, как ваше, которое даже с трудом можно назвать легитимным? Давайте сначала поговорим о легитимности. Легитимность — это не то же самое, что популярность. Я, например, не из того же региона, что и президент, но он последний избранный президент. Его избрали 6,5 миллионов человек в 2012 году. На два года. Ну, не на два года, а пока у нас не будет демократической системы, которая позволит нам выбрать нового президента. А кто будет решать, что является демократической системой? Кто? Кто? Именно. Вот именно. Народ Йемена. А кто еще? Те, кого избрали. Я не позволю вам или кому-либо еще указывать мне, кого нужно выбрать лидером, чтобы выбраться из сложившейся ситуации. Мы выбираем лидера. И мы не хотим, чтобы человек правил пожизненно. Именно поэтому у нас была революция в 2011 году. Министр, худшее в этих бомбежках это то, что все эти годы они доказывали свою бесполезность. Вы ничего не выиграли, а хуситы укрепились еще сильнее. То есть, катастрофические разрушения и гибель гражданского населения были совершенно напрасны. Ведь так? Изменилось то, каким образом коалиция ведет эту войну. Целью кампании больше не является Сана или какие-то другие города. Ведь бывало, что доэскалация с хуситами доходила и без всякого участия саудитов. Мы должны прекратить эту войну и нам нужно говорить о том, как ее прекратить. Вы знаете, все, что происходит в Йемене, это реакции на действия хуситов. Мы можем сесть за стол переговоров с Саней через неделю, если они будут делать правильные вещи, а их сделать не так-то уж и сложно. Почему никто не задает этот вопрос себе? Более 17 тысяч гражданских убиты и ранены с 2015 года. Эта цифра гораздо... Они погибли из-за зашедшей в тупик марионеточной войны, которая привела к крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире. Вы действительно считаете, что ваше правительство стоит такого количества человеческих жизней? Я думаю, наше будущее достойно того, чтобы за него сражаться, но не убивать. Да не в этом дело. Я могу уйти в отставку хоть сегодня или завтра. Знаете что? Если вы знакомы с хуситами и их идеологией, если вам известно, кого они хотят в качестве лидера, то вы должны понимать, что никто не сможет создать никакую буферную зону и усадить там марионеточное правительство. Для нас это неприемлемо. Я не собираюсь отказываться от борьбы за будущее моих детей и внуков. Я хочу, чтобы по ночам они спокойно спали. Это моя страна. Моих соотечественников убивают ежедневно. И вы хотите, чтобы я подписывал «Нет, я не собираюсь договариваться с хуситами. Нет, я родом из тех же краев. И для нас абсолютно неприемлемо то, что они делают. Им надо начать мирные переговоры с нами, причем как можно раньше. И с нашей страны должны быть сигналы того, что мы заинтересованы. У них иллюзии силы, но, как я уже сказал, коалиция не вечна. Она исчезнет, как только закончится война. Но только после, а не до. А вот если коалиция развалится, Йемен погрузится в еще больший хаос. Речь не о сохранении лично моего поста, не о правительстве, а о спасении государства. Господин министр, вы говорите о расследованиях того, что вы уклончиво называете ошибками. В большинстве случаев вам не удается найти преступников и придать их правосудию. Мы знаем это. Всего лишь три атаки на гражданское население, которые произошли несколько лет назад, расследованы и переданы для возможного уголовного преследования. Все три из огромного числа бомбежек гражданской инфраструктуры, жертвами которых стали тысячи людей. Все может измениться. Что вы имеете в виду? Это не меняется. Смотрите, я вам официально заявляю, в случае гибели гражданского населения любое ответственное лицо должно быть привлечено к ответственности. Должно-то должно, но не привлекается, и вам это известно. И предыдущие подобные случаи не будет. Но у нас свои следователи, и когда они расследуют, мы будем... Для создания видимости. Окей. Это вы говорите. И на эти три расследования ушли годы. Можно говорить о фактах, а можно говорить о том, что вы считаете фактами. Это ужасно. Мы проводим расследование, но нам нужен мир. Я говорю, о необходимости перемирия это непросто. Знаете, штука в том, что... Вы хотите увести разговор на предыдущие расследования, потому что они не соответствуют международным стандартам. Они не соответствуют международным стандартам. Мир и правосудие не всегда идут рука об руку. Сначала нам нужен мир, после чего у нас будет переходная судебная система, чтобы разобраться со всем этим. Вы один из тех, кто отказывается от переговоров к хуситам. Это вы так думаете? Это вы так говорите? Нет. Это сказал ваш министр информации? Нет, нет, нет. Я представляю МИД страны, и я не дам хуситам сорвать перемирие в Хадейде. Мы же подписали в Стокгольме соглашение о прекращении огня, отводе войск, но через год они вернулись. Что, мы должны просто смотреть на все это? Нет, они должны нести ответственность за это. Ваша страна разрушается по частям, гибнут ребенок за ребенком, уничтожается инфраструктура. Это не так. И гуманитарная катастрофа. Почему вы думаете? Почему вы думаете, что это гуманитарная катастрофа? Возьмем, к примеру, аэропорт Сани. Почему, как вы думаете, хуситы блокируют его? Мы открыли его для международных авиарейсов по доставке гуманитарной помощи. Они отказываются, потому что они хотят создать блокаду, усилить агрессию, чтобы удержаться у власти, которой у них нет. Кто их вообще уполномочил говорить? Это моего имени, от имени миллионов граждан страны. Они используют силу и мечтают вернуть нас во времена до 62-го года. Господин министр, вы зациклились. ООН требует безоговорочных переговоров между правительством и хуситами, а вы отказываетесь от любых контактов. Нет. Кто такой говорит? 28 января ваш министр информации заявил, мы категорически отвергаем любые разговоры о переговорах. Это вырвано из контекста. На самом деле он сказал, я готов к мирным переговорам, если к ним готова противоположная сторона, однако нам нужны соответствующие условия. А, ясно. ООН требует безоговорочных переговоров. Подождите, я не хочу участвовать в переговорах ради галочки. Я хочу участвовать в переговорах, чтобы добиться стабильного перемирия. Если хуситы подпишут итоговый документ, как его ни назови, мы должны привлекать их к ответственности за отказ от его реализации, потому что стокгольмские договоренности не были реализованы, и все вернулось на круги своя. То есть пусть люди гибнут и дальше, потому что вы отказываетесь от переговоров. Вы выдвигаете невыполнимые условия и игнорируете рекомендации ООН. Это не условия, просто мы говорим. Они должны выполнять то, под чем подпишутся. Что, разве мы требуем слишком многого? Нельзя же просто подписывать документы и ничего не делать. Знаете, что мы сделали? В 2014 году, буквально через несколько дней после переворота, у нас был готов мирный договор. Это было соглашение о партнерстве и перемирии. Вы знаете, с чем они согласились? С партнерством, но отказались говорить о мерах по обеспечению безопасности. Почему, спрашивается? Вы этого от меня хотите? Я говорю о том, что находится в зоне вашей ответственности, господин министр. Я понимаю, что на войне ангелов нет. Но согласно результатам международных расследований, вашим войскам гордиться нечем. В прошлом году эксперты ООН обвинили все стороны конфликта в совершении чудовищных преступлений, в пытках, изнасилованиях, в несудебных казнях. Вы не просто не победили в этой войне, вы еще и потеряли право считаться приверженцем этических правил ведения войны. Я и не говорю, что мы ангелы. Никто не ангел. Нам надо просто положить всему этому конец. Да ангелов вам далеко. Войска, связанные с правительством, похитили массу людей. Вы законы вообще не уважаете? Мы уважаем, но иногда невозможно контролировать все. Я вот что скажу. О систематических убийствах граждан Йемена в той форме, в какой вы пытаетесь это представить, речи не идет. Вы вообще были в Йемене? Вы были в Сане? В Адане? В Хадейде? Вам бы поехать туда и поговорить с людьми на месте. Нельзя же все грести под одну гребенку. Нельзя же сводить все к конфликту суннитов и шиитов, бедной страны и богатой страны. Такими способами эту войну не закончить. Да, мы знаем, зверства совершались. Знаете, мы находимся в нескольких тысячах километров от Дрездена. Мы знаем, что случается в истории. Почему вы продолжаете блокировать поставки в страну гуманитарной помощи и топлива? Хороший вопрос. Мы этого не делаем. Что мы действительно пытались предотвратить, так это поставки нефти хуситам из Ирана. То есть Human Rights Watch заблуждается. В последнем отчете они пишут, что коалиция под предводительством Саудовской Аравии блокирует поставки товаров в страну. Это ухудшает гуманитарный кризис. Это неверно. И вот почему. Знаете, мы же говорили, порт Хадейда открыт, и мы стоим в нескольких километрах от него. Потом он сказал, а так нельзя. Мы ответили, хорошо, давайте встретимся в Швеции и изменим статус-кво. Потом целый год ничего не происходило. Давайте вернемся к вашему вопросу. Вопрос в том, что мы удерживаем порт Хадейда, но это не так. У нас есть сообщение от ООН. Я не говорил, что... Вы, наверное, и не скажете, что поставки иранской нефти Хуситом по поддельным документам осуществляются бесплатно. Мы сказали, давайте проверять документы. А по документам... Права человека... Дайте мне это говорить. Я знаю, я вас выслушаю. Так вот, мы решили проверить документы. Хуситы взяли заложников и требовали от всех поставщиков не передавать нам бумаги, чтобы они могли получить две нелегальные поставки. Получается, у кого контроль. И потом мы сдались и дали им действовать. Хорошо, господин министр, Human Rights Watch говорит, что коалиция задерживала танкеры, закрывала ключевые порты и не допускала поставки товаров в порты, находящиеся под контролем Хуситов. И это последнее... Можно я закончу? Топливо нужно было для электрогенераторов в госпиталях и для работы водопроводных насосов в жилых домах. Как вы оправдаете блокирование поставок топлива в больницы? Я ничего не оправдываю, не оправдываю ничего. За последние несколько недель было доставлено больше грузов, проверьте факты, а потом поговорим. Больше двух лет назад Верховный комиссар по правам человека умолял вас и хуситских повстанцев допустить поставки в страну продуктов и медикаментов. Все участники конфликта, сказала группа экспертов ООН, препятствовали доставке и распределению гуманитарной помощи. Верховный комиссар умолял вас жалиться над мирными жителями. Вы знаете... Насколько же все плохо, если вас просят жалиться над собственным населением? Окей, позвольте мне кое-что сказать. Знаете, что мне не нравится в работе ООН? Они обвиняют всех подряд, хотя прекрасно знают, где кроется истинная причина проблем. Позвольте мне привести вам один пример. Несколько дней назад в Брюсселе была встреча экспертов по поводу зверств, совершенных хуситами. Там говорили о том, что хуситы хотят обложить налогом деньги, поступающие из-за границы, чтобы воровать их. Я не оправдываю. То есть ООН настроено против вас. Вы это хотите сказать? Нет, ООН хочет сохранять нейтралитет. Они не хотят говорить, мы готовы принимать любую критику, но они не говорят всем участникам конфликта. Скажите, в чем я был неправ, и я исправлюсь. Но вам надо указать и на хуситов? Вы не можете только... И они делали это. Они постоянно упоминали хуситов. Дайте мне факты, я сейчас же их проверю. Я знаю, о чем говорю. Мы пытаемся. Как я уже сказал, связанные с правительством Йемена войска произвольно задерживали и насильно похищали массу людей. А вы говорите, на войне случаются ошибки. Вот оно, вот оно, ваше оправдание. Нет, нет, нет. Я говорю о том, что вы не можете. Дайте мне подробности, и мы их оперативно проверим. Я не говорю. Вы не читали отчет экспертов ООН? Да, да. В них содержится масса деталей. Первый, первый из них был крайне предвзятым. А, то есть теперь вы говорите, что они предвзяты? Мы говорим, мы говорим о разных. Все те, кто нарушает права человека, всегда обвиняют своих обвинителей в предвзятостях. Позвольте, позвольте мне быть более точным, чтобы все понимали, о чем мы говорим. У нас есть и группа экспертов, которые работают под эгидой ООН. Хуситы не пускают ее даже в город Сана. Мы верим всему, что они говорят, и не сомневаемся в их объективности. Если они обнаружат у нас какие-то ошибки, мы проверим информацию. Есть другие эксперты из Совета по правам человека. Их первый, самый первый доклад был настолько предвзят, что он был буквально скопирован из пропаганды хуситов. Мы им сказали, не используйте непроверенную информацию, перепроверяйте факты перед публикацией, и потом, вы же не можете обвинять огульно всех подряд. Позвольте мне привести вам несколько фактов. 20 тысяч 100 — это общее число авиаударов по Йемену коалиционными войсками с начала войны. В среднем по 12 ударов в день. Их целями были больницы, школьные автобусы, рынки, мечети, фермы, мосты, фабрики и центры содержания задержанных. Воздушные удары коалиции, как сказал комиссар ООН по правам человека в 17-м году, остаются главной причиной детской смертности в том числе. Это неправда. И в целом жертв среди гражданского населения. То есть, он не знал, о чем он говорил. Это неправда, смотрите. Верховный комиссар по правам человека ООН ничего не принимает. Ошибки случаются, я говорил вам. Это немного больше, чем ошибки. Вам нужно точнее цитировать доклад. Точнее. Это политика целенаправленных бомбежек гражданской инфраструктуры. Что, пилоты настолько некомпетентны, что не могут отличить рынок от анклава Хуситов? Если подобное случается, мы можем, мы продолжаем. А годы спустя... Вам надо указать и то, зачем Хуситы это делают. Нам надо договориться о мире. Мы не хотим продолжения этой войны. Несколько, буквально несколько недель назад они бомбили больницы. Так же нельзя. Но мы не хотим на этом останавливаться. Мы хотим знать, что надо для достижения мира. Нам надо преодолеть иллюзии. Да, разговоры нужны. Разговоры не разговаривания. Это не разговоры, окей. Разговоры, которые приведут за стол переговоров. Иначе это не закончится. А должно бы. И чем раньше, тем лучше. Сейчас вы те самые... Вы знаете, где это должно закончиться. Те, кто препятствует переговорам. Все в Йемене, включая Хуситов, знают, что надо для мира. Мы вели переговоры сто дней в Кувейте. И знаете, чем все закончилось? Они взяли и передумали. А знаете почему? Потому что они решили, что им выгоднее ничего не подписывать. И, к сожалению, международное сообщество, и особенно некоторые его члены, посылают Хуситам подбадривающие сигналы. Вы, мол, подержите еще Йемен в заложниках, чтобы выторговать условия перемирия получше. Вот что происходит, и это надо ломать. Господин министр, в прошлом году в борьбе с хуситскими повстанцами вы оказались втянутыми в еще одну гражданскую войну. На этот раз с войсками на юге, известными как Южный Переходный Совет. Получается, у вас не только не получается подавить хуситов, вы не можете даже сохранить единство своих рядов. Печальный рекорд. Печальный. Нет. Нет, давайте я поясню. Это большая коалиция. То, что происходит на юге страны, это еще одно осложнение конфликта, далеко не самое приятное. Южане твердо настроены отделиться. Это не осложнение. Ну, трудно дискутировать с человеком, так толком и не понявшим, что происходит на самом деле. Если бы Южный Переходный Совет наши братья, если бы он действительно представлял всех жителей юга, то проблему можно было бы легко решить. Но у них проблема с самим населением. Южный Переходный Совет это вооруженные отряды, неподконтрольные правительства, которым оказывали поддержку Объединенные Арабские Эмираты. В конце концов, они решили в августе сместить правительство в нашей второй столице. Это совершенно недопустимо. И мы четко заявили об этом в Организации Объединенных Наций. Но все же это случилось. И только Саудовская Аравия смогла организовать выработку мирного соглашения, которое вы называете Риадским. Но и оно не работает. Но оно не работает, потому что переходный период продолжается, и нам кажется, что саудиты были... Не работает со всех сторон. Нет, со стороны Южного Переходного Совета, и мы готовы это доказать. У нас есть тексты документа, разъясняющие, что мы сделали. Но знаете, нам тоже надо пройти через это. Вы пошли на большие компромиссы ради Риадского соглашения. Вы практически отдали саудитам контроль за решениями вашего правительства. Согласно некоторым статьям Центра по Ближнему Востоку и Института Карнеги, договоренности предполагают прямой контроль Саудовской Аравии над вашим правительством. И Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты продолжают вмешиваться во внутренние дела вашей страны. И это цена Риадского соглашения. Это не совсем так. Цена Риадского соглашения объединения и возвращения за стол переговоров. Знаете, нельзя добиться всего и сразу. Идеального решения проблемы, выхода из ситуации в Йемене нет, а лучшее — враг хорошего. Это то, что мы хотели. Центр стратегических исследований в Сане утверждает, что президент Хади и Южный Переходный Совет согласились со всеми основными решениями правительства, скоординированными из Саудовской Аравии. Получается, вы продали им свою страну. Это неправда. Вы — марионетки саудитов. Это вам так кажется. Я — министр иностранных дел Йемена, и я говорю то, что считаю правильным для жителей страны. Не то, что хотят саудиты, не то, что хотят Эмираты, не то, что хочет еще кто-то. Да, мы базируемся в Эр-Рияде, мы возвращаемся в Ада, но мы открыто говорим, что думаем и несем ответственность за наше решение. В Риадском соглашении мы действительно уступили некоторый вес югу, и саудиты знают это. Но нам нужен мир. Мы не хотим вести войну на севере и на юге. И мы знаем, что Южный Переходный Совет не представляет всех жителей Юга. И это тоже проблема. Им надо помнить об этом, что им нельзя формировать правительство, будучи аутсайдером. Если правительство будет распущено в Йемене, будет еще больше хаоса, чем вы думаете. Это не так просто, как вам кажется. В прошлом году Саудовская Аравия выслала одного из советников вашего правительства, Мутахара Анана. Знаете почему? Потому что он критиковал действия коалиции в Йемене. О мой бог. Господи помилуй, царица небесная. Мутахар Анан работает у меня дипломатом. Он просто нарушил дипломатический протокол. Саудиту тут вообще ни при чем. Они его выслали. Да не выслали они его. У него закончился срок командировки. И мы отозвали его, поскольку он нарушил некоторые правила дипломатического корпуса. Слушайте, нельзя же политизировать все подряд. Это неправильно. Мутахар Анан – дипломат, который не уважал верховенство закона. И поэтому ему теперь закрыт путь в Саудовскую Аравию? Он может поехать в Йемен или куда угодно. Он может вернуться в Саудовскую Аравию, почему бы и нет, но только не в качестве дипломата. Расскажите-ка о коррупции в вашем государстве, потому что одной только войны и гуманитарной катастрофы еще мало. Создается впечатление, что бюджетные средства отсасываются через коррупционные схемы с вовлечением Йеменского Центробанка. Что там происходит? Ну, Центробанк, я читал отчет, на который вы ссылаетесь. Группа экспертов УОД? Да, конечно. Вы же его имеете в виду. Там говорится в некоторых параграфах. Именно. Знаете, я говорил об этом с премьер-министром. Мы уже уволили двух губернаторов. Все финансовые отчеты открыты. Представители Эрнстен Янг приедут в Ваден, чтобы проверить балансовые отчеты Центробанка. У нас все открыто. В отчете говорится, что в Центробанке шесть лет не было учитываться. Я спрашивал премьер-министра, почему вы просто не допустили экспертов финансовой отчетности? Он сказал, что они сами не просили предоставить им этот доступ. Теперь Эрнстен Янг приедет и все проверит. Если были ошибки, если нас обвинят в коррупции, мы готовы принять соответствующие меры. Приезжайте и проверяйте. Присылайте всех, а кого считаете нужным? Нам нужно покончить с войной. Да, коррупция и есть, но надо закончить войну, и мы готовы бороться с любыми проблемами, если вы только их найдете. Только укажите на них, и мы будем действовать. Вы постоянно повторяете, что хотите покончить с войной. Вы правда верите в то, что из этого тотального хаоса, который вы и другие воюющие стороны устроили в Йемене, когда-то возродится единое государство? Позвольте мне сказать вот что. Думаю, что мы, как граждане Йемена, мы должны понимать и разницу между средствами достижения чего-либо и целью. Знаете? Я о чудовищном расколе внутри страны. Да и я сейчас до этого дойду. Цель в том, чтобы повысить качество жизни йеменского народа. К сожалению, отдельные политические силы создают условия, цель которых — единое центральное правительство. Это неправильно. Мы пытались экспериментировать с центральным правительством, но это не сработало. В ходе национального диалога все, включая Хуситов и Южан, согласились на так называемую федеральную систему. Давайте дадим ей шанс. Давайте дадим федеральной идее шанс. Юг хочет отделиться. Не все. Многие. Нет, кто это сказал? Довольно много политических движений. Чем дольше идет война, тем глубже раскол. Центр в Сане, который вы уже цитировали, недавно проводил опрос на Юге. Результат — больше 50% опрошенных, если не 60%, хотели бы остаться в составе федеративного государства. Так что не все на Юге хотят отделения. Нет, у вас гражданская война внутри гражданской войны. Сомнительное достижение. Нет, это не гражданская война внутри гражданской войны. На Юге были некоторые беспорядки, но сейчас все позади. Беспорядки? Вас изгнали и заданы. Знаете. Это больше, чем беспорядок. Да, но сейчас знаете, что сейчас в Адане? Премьер-министр только вчера прибыл из Адана и сегодня же туда возвращается. Так что не весь Юг против правительства. Посмотрите на карту. Города Шабва, Болха, Флахидж, Южному переходному совету надо помнить, чтобы для вхождения в состав правительства надо сотрудничать с другими. У них нет поддержки всего населения Юга. На Юге им противостоят больше, чем на Севере. Вы говорите, что им надо сотрудничать, а они твердо настроены на одну цель — отделение. Нет, это кто сказал? Они. Нет, это неверно. Спросите других подписантов Риадского соглашения. Это не так. Они хотят остаться в составе страны. Они сами говорили. Тема Юга для них — это не то, что окажется на повестке дня после окончания войны с Хуситами, а потом уже мы поговорим. Это ведь они сами так говорят, так что проверяйте факты. И когда же наступит мир? Мир наступит. Мы хотим, чтобы это произошло, но мы не хотим мир с Хуситами любой ценой. Я не позволю определять будущее Йемена тому, кто думает, что он может взять страну и подчинить ее своей божественной воле, как они делают это в Иране. Хуситам надо понять, что они могли бы поделиться властью с другими и делать это, не направляя людям оружие в лицо. Мохаммед Абдулла Аль-Хайдрами, большое спасибо за участие в программе. Большое спасибо за эту дискуссию. Спасибо. 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 Продолжение следует...